И ходит вот такой вот, ход приходит, вот оно вот такой вот. Вот, чё, ну чё, да, ничего, а ты чё, ну… Пописал? Я всё прописал? Глубочайшее заблуждение, считай девушек и женщин глупее себя. Вся их жизнь – это коммуникация и переговорный процесс. Игра эмоций, социальные игры, хитрости, недосказанность, анализ личности не в глаза, чаще за спиной своим подружкам. Девушки молчат, но чаще всего всё видят. Переговорный процесс – это же игра и наблюдение друг за другом. Поэтому лучше лишний раз не ошибаться. Но в то же время не доводить себя до паранойи. Итак, начнём. Вероника Степанова, психолог, 45 лет. Возможно, самая успешная психологиня на ютубе. А это означает, что кто-то вовремя подстроился и сообразил, что нужно делать. Можно её критиковать, можно хвалить, но её результаты говорят сами за себя. У неё весьма хищная охватка и очень хитрая и даже отчасти агрессивная натура. Хайповые темы – беспроигрышный вариант. Всё, что завязано на отношения. Говорить на камеру миллионам людей то, что многие бы засмущались говорить шёпотом на кухне – беспроигрышный вариант. Ведь сейчас самая главная борьба и конкуренция происходит за внимание зрителей. И чтобы удержать зрителя, нужно откровенчить и в какой-то степени жестить. И все об этом знают, но стараются умалчивать. В чём секрет успеха Степанова и Максима вердикта? Почему так многие хотят повторить, но не получается? Но ведь стараются же, ведь умные же ребята. Дело в том, что когда Ютуб только развивался, когда появилась возможность проявить себя и с лёгкостью набрать большую аудиторию, потому что конкуренция отсутствовала, нужно было цепляться с агрессивной улыбкой за появившуюся возможность, что они и сделали. А сейчас, когда интернет-пространство перенасыщено блогерами и психологами, нужно стараться выделяться, а выделяться хотят все. Конкуренция возросла в разы. Нужно говорить что-то новое, необычное. Но всё уже сказано другими людьми до нас. Мы уже повторяемся. Это скучно слушать. Маркетинг. Вот что сейчас самое важное. А сейчас уже ты такой хочешь повторить путь Степанова и вердикта? И думаешь, я сейчас тоже соберу аудиторию. А уже поезд ушёл. Надо было раньше думать и решаться. В то время, когда нужно было с агрессивной улыбкой бороться за своё лучшее будущее, ты общался с сомнительными людьми, которые, откровенно говоря, никогда не желали тебе успеха. Мы сами себе вредим, общаясь не с теми людьми. И выбирая не то окружение. Первостепенная задача любого блогера и психолога – это завлечь к себе зрителей. Иногда даже не важно какой ценой. Нужно понравиться людям. Создать положительный образ в психике зрителя. Но нужно балансировать и не переигрывать. Потому что тот, кто чрезмерно подмазывается, вызывает отторжение. Но когда у тебя уже есть имя и аудитория, то уже можно не так уж сильно и стараться. Тебя будут смотреть просто по инерции и по привычке. Главная задача – войти в доверие и никого не обманывать. Вообще, обманывать, когда ты не умеешь это делать, всегда очень дорого выходит. И отчасти это глупо и недальновидно. Потому что, допустим, популярный блогер один, а наблюдает за ним сотни тысяч. То есть, сотни тысяч живых людей по ту сторону экрана, с точки зрения непорядочного блогера, не способны распознать его аферы и манипуляции. Это же самонадеянно. Вот уже упомянутый мною ранее Амиран Сардаров наошибался столько раз, что уже никакие деньги не помогут откатить назад. Тот, кто похитреет типа Степанова и вердикта, знают, что блогерство – это очень тонкая деятельность. И она не прощает больших ошибок. Но тут, конечно, и от зрителей многое зависит. Всем понравиться тоже не получится. На мой взгляд, секрет успеха подобных психологов отчасти очень прост. Когда появляется возможность и шанс улучшить свою жизнь, нужно не то, чтобы сомневаться и думать. Нужно с агрессивной и неутолимой жаждой работать в этом направлении. Потому что это уже сейчас делают сотни и сотни других не менее талантливых людей. И вот уже сейчас, когда блогером является чуть ли не каждый третий, очень трудно конкурировать. Но я считаю, что все же можно. То, что я очень четко заметил, что успешные блогеры не пренебрегают технологиями и поведением с позиции эффективности. Так себя ведут практически все. На моем телеграм-канале мы продолжаем тему психологии, мышления и манипуляций. Я публикую голосовые сообщения, интересные посты и выдержки из интернета. Все зрители могут оставлять комментарии по желанию. А если же ко мне есть вопросы, то я открыт для общения и новых знакомств. Всегда, пожалуйста, пишите мне в телегу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!